Здравствуйте! Чем запомнится год театра в России и чего ждать от нового театрального сезона? Об этом говорим. В нашей студии художественный руководитель Самарского художественного театра «Витражи» Павел Карташов и директор, актриса СХТ «Витражи» Алла Набокова. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем все-таки с глобального. Год театра в России и, следовательно, в Самаре тоже. И так как вы представляете такую связь, Москва-Самара, то как это отражается на вашем театре? Что нового, интересного? Какие хорошие новости и изменения, хотелось бы узнать, в этот год театра происходит? Мы вообще очень ждали год театра. И одно из главных событий для нашего коллектива, что в преддверии этого года театра мы обрели свой новый дом. Мы переехали во Дворец культуры железнодорожников благодаря администрации города, которая нашла такую возможность. Спасибо большое! И мы находимся теперь в прекрасном театральном зале, с прекрасной сценой, которую мы со своей стороны тоже усиливаем техническими средствами, оснащением. И люди пошли к нам с новой силой, потому что им приятно находиться в этом помещении и смотреть наши спектакли. То есть театральный сезон уже стартовал, новый, так получается, да? С какого числа, какой премьеры или спектакля? 15 сентября у нас состоялось открытие 25-го, почти юбилейного театрального сезона, да, четверть века. Для нас это тоже очень значимо. Мы открывались двумя спектаклями. Утром мы сыграли спектакль для детей «Аленький цветочек». Вечером мы сыграли спектакль для взрослого зрителя «Чемоданчик» по пьесе Юрия Полякова «Апокалиптическая комедия». Ну, нужно поздравить вас и с новым названием, и с ХТ. Очень звучное название, по аналогии с МХТ, я бы сказала, опять же, связь Москва-Самара. Кому пришла такая идея в голову? И как дальше будет совершенствоваться ваше название, опять же? Идея пришла нам, собственно говоря, о легендах и вне ми, то есть она родилась синхронно. Мы практически в один момент сказали вот это название, которое именно в этом сезоне будет себя рекомендовать. Потому что два года, что я художественный руководитель в этом театре, ну, я не буду скрывать, я готовил фундамент. Сейчас труппа пополнилась рядом артистов сильных, интересных. И те постановки, которые сейчас у нас в репетиционном процессе, это на стадии выпуска, это Ромео и Джульетта Шекспира, и Чайка Чехова, вот эти спектакли будут уже визитной карточкой того СХТ, который мы бы хотели видеть. Да, классика Чехов и Шекспира, ну, вот чего лучше еще можно придумать. Павел Анатольевич, главный итог за эти два года, какой вы можете подвести? Вот самое главное, что удалось сделать? И вот какое изменение произошло, вы чувствуете это, как творческий человек, руководитель тем более? Ну, первые три спектакля были поставлены как «Вне бюджет» и «Миллиард», и «Беспреданец», и «Чемоданчик». Это на невероятных усилиях Аллы Генриховны было сделано как директора театра. И вообще, честно говоря, совмещать должность директора театра и быть ведущей актрисой, то есть она тащит в ВОЗ, конечно, большой. Ну, по-моему, этому очень рада. Это такое состоится впечатление, что глаза горят, и, в общем-то, есть ощущение отдачи какой-то, да, и от сцены, от этой деятельности. Да, вот что касается разницы, вот она произошла, когда департамент культуры стал выделять нам деньги на постановки. И что называется, вы увидите разницу. Другое дело, что процесс их работы над этими спектаклями, поскольку уже привлечены серьезные художественные силы, допустим, в «Чайке» сценограф — это Юрий Хариков, человек, благодаря которому театр «Самар» взял обе золотые маски. Это он. Да, это большая... Да, как хорошо, что вы пояснили. Да, это большая удача, что Хариков работает с нами. Он требовательно неимоверно, но ту сценографию, которую предложил он, она уже будет, ну, иметь художественный резонанс, как в профессиональных театральных кругах Самары, так и среди зрителей. Костюмы делает Мария Казак, известная в Самаре, это самая, которая по «Волжские сезоны» с Анатолием Васильевым, да. Она делает костюмы и в «Ромео», и в «Джульете», и в «Чайке». Ой, как, конечно, такой подъем ощущается. И я могу добавить, что работать вот с такими именами, с такими людьми нам позволила федеральная программа, в которую мы вошли, театры детям. И поэтому у нас появилось вот это финансирование, и появилась возможность работать с такими именами, с такими замечательными людьми. Это очень интересно, но невероятно сложно. Поэтому мы надеемся, да. Как Павел Анатолий сказал, требовательность. Но это самое главное условие, наверное, эффективности, да, результата требовательности, вот как мне кажется. Если будешь требовательным, то, конечно, будет результат. Вы знаете, здесь тот случай, когда у людей такие имена в театральной сфере, что опускаться ниже определенной планки они просто не имеют права. Поэтому требовательность, она исходит из этого. Я этому очень рад, потому что приходится, так сказать, какие-то вещи, на которые можно было прикрыть глаза, когда театр находился в ТТУ. Сейчас вот этот подъем театра на новый уровень, он ощутим всеми. Всеми. И руководством театра, и артистами. Главное, чтобы еще публикой. Это, наверное, самое главное. Ну вот, в частности, чемоданчик, хотя это спектакль вне бюджетный, но он уже содержит в себе элементы, например, видеомэппинга, которых в Самаре нет. Ага. Да. Все-таки новаторство. Да, то есть уже определенный прорыв. И мы сейчас везем его 7 ноября на фестиваль «Смотрины» в Москву. Это будет второй фестиваль по пьесам Юрия Михайловича Полякова. Первый фестиваль состоялся в 2015 году. Когда на закрытии, подведении итогов в малом зале театра «Сатиры» присутствовали, кроме самого Полякова, Ширвинта, был еще ныне покойный Говорухин и Задорнов. Да, тоже покойный. Для нас это очень большая честь представлять Самару на этом фестивале. И, в принципе, сам Юрий Михайлович был на премьере, он отметил. Ему очень понравился спектакль. И он, будем говорить так, рекламирует его в определенных кругах. Надеемся на фестиваль в Москве. На этом же фестивальная программа не закончится, наверное, да? Не только вот этот фестиваль будет в Москве, еще будут какие-то течения, будут уже запланированы. И хотелось бы еще про вашу публику, про аудиторию спросить, потому что раньше, как мне казалось, вы больше работали на детскую аудиторию, театр «Витражи». Сегодня что-то меняется, даже судя по названиям спектакля и работ, наверное, уже взрослые люди стали вашими зрителями. Сейчас более подробно расскажет Алла Генриховна. Дело в том, что, конечно, фестивальная история театра уже обновляется. В частности, этим летом театр был на фестивале в Болгарии, где получил приз, там было три приза. Три диплома первой степени за лучший спектакль для детей, этот же спектакль за лучшую режиссуру и этот же спектакль за лучшую сценографию. Это был «Аленький цветочек» по пьесе Николая Каледы и по сказке Сергея Аксакова, который в этом году у нас юбиляр Сергея Аксакова. Да, да, да. Ну, замечательно. Поздравляю вас с этим, потому что, вот как раньше говорили, что «Витражи» — это все-таки больше для детей. И очень детские вот эти спектакли любили самарцы и родители, и дети ходили вот именно вот в этом направлении. Но мы, в общем-то, не отказываемся от детской аудитории и работаем в этом направлении, очень даже очень плотно тоже работаем. Да, 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 вот это очень важно услышать, что не только вот другое направление, а вот именно, что это сохранится. И как в целом прошло ваше лето? Вот мне всегда интересно, когда вот нет этого, до открытия театрального сезона, вот чем запомнилось оно? Лето прошло очень плодотворно. Во-первых, мы в июне всегда работаем для школьных лагерей. Это у нас очень напряженная работа, очень большой прокат. Всех спектаклей как раз для детей. Параллельно мы продолжали с Павел Анатольевичем работу над будущей «Чайкой». Постоянные репетиции, застольный период, анализ пьесы, образы, работа над образами и так далее, и так далее, и так далее. Репетиции продолжались и в июле. Потом у нас был очень короткий отпуск и поездка на фестиваль в Болгарию, который, конечно, запомнился всем артистам театра. Это был очень яркий для нас праздник, и тем более такой результат хороший. А «Чайка» это будет, вот хочу очень уточнить, и даже, может быть, чтобы заинтриговать зрителя, это будет традиционный классический подход такой в постановке, либо что-то, вот какие-то элементы новые, которые даже, может быть, неожиданные, которые сейчас вот очень модно использовать и вставлять в спектакли. Вот какое у вас видение? Ну, смотрите, значит, что касается «Чайки», дело в том, что, например, Хейфиц пять раз, сейчас шестой ставит «Вишневый сад». С Турова пять раз ставил «Гамлета». Вот «Чайка» — это та пьеса именно для меня, как режиссера, в которой я нахожу грани космизма, которые до глубины души меня трогают и заставляют заново посмотреть на определенные творческие процессы. То есть это такая постоянная реинкарнация, такое, ну, как феникс из пепла, то есть когда ты зарываешься в штампах, постановка «Чайка», она с тебя счищает всю эту наносную среду. Значит, сама сценография — это не быт, костюмы не быт. Да, но простройка именно чеховская. Дело в том, что мы ставим первую редакцию, я первую редакцию ставил 10 лет назад, она была в апреле 2010 года, премьера на новой сцене Московского художественного театра имени Чехова. На премьере был Браташевич, в частности, один из ведущих, ну, ведущий шекспировед в стране, отметил. Это был экспериментальный проект театра романа Виктюка. Единственный случай, когда Олег Павлович Табаков дал, так сказать, стороннему театру играть «Чайку» на сцене своего театра. Вот. И возвращаясь сейчас к «Чайке», я уже ставлю полномасштабно, то есть у меня было пять персонажей тогда, такая усеченная версия. Сейчас мы… Зритель это увидит, не хотелось бы так выглядеть каким-то слишком умным или слишком загадочным, но «Чайка» не раскрыта до сих пор, понимаете? Да. Да. И в двух словах, если сказать, что, ну, нет ни одной пьесы, наверное, современного и вообще мирового репертуара, где столько бы врали. «Чайка» выражает пласт того, что происходит в мире писателей, в мире артистов. Тем более, что Чехов писал это и в своей жизни. Там есть многие вещи, когда он просто выворачивал собственную душу, биографию и вкладывал в «Чайку». И если в «Чайке» ты, как постановщик, допускаешь фальшь, этот фальшь потом может кармически тебе обернуться. Очень у многих режиссеров на «Чайке» были инфаркты. Да. «Чайка» придает определенный импульс театру. Она либо может театр поднять, либо его уничтожить. Да, но вот это будет интригой. Конечно, мы желаем, чтобы все у вас очень на достойном уровне получилось, потому что «Чайка» действительно так серьезно. Вот если вдуматься, то действительно это очень серьезно. И чтобы публика пошла. И хочу еще уточнить один момент. Интервью года два назад с вами было, и вы сказали, что не хватает нам артистов. Даже просили у какого-то театра, чтобы приходили с этого театра и помогали вам где-то в каких-то, значит, восполнять роли. Как сегодня изменилась ситуация? Изменилась ли? Павел Анатольевич уже сказал, что нам буквально в течение года пришло шесть сильных артистов. Поэтому труппа пополнилась. При этом фактически никто не ушел из старых надежных артистов. То есть труппа пополнилась значительно, чему мы очень рады. И теперь появилась возможность брать вот такие вот серьезные вещи, которые теперь раскладываются на труппа. Да, ну вот. Вот это очень важно. Потому что, конечно, приходит зритель, прежде всего смотрите на игру. Конечно. Если есть артисты, сильные, серьезные. То есть, как произошло, на самом деле, вот в большей степени чайка, я вот сейчас даже смотрю по раскладу исполнителей, в общем-то, притянула она. Вот. Мы вот с Машей, как казалось, вчера все сидели, разбирали очередные вещи. Она говорит, что вы все глубже и глубже погружаетесь. То есть это ощущается. Ну, в частности, вот из входов, которые могут быть интересны театралам, любителям Чехова, для работы над монологом, который обычно режиссерами просто выкидывается. Это «Люди-львы» про мировую душу. Я пригласил из Москвы известную артистку Елену Морозову. Она сделала этот монолог посредством эвритмии. Звукопись. Так. Эвритмия – это то, что в танце исповедовала Сидора Дункан, а эзотерическое как бы начало ее – это антропософия Рудольфа Штайнера. Это, собственно, то, откуда черпал энергию, силы, идеи Михаила Чехова о технике актера. Вот это все. Ну, мне кажется, что-то получается, но здесь, так сказать, мы сейчас находимся в этом процессе и… Погружены. Погружены, да. И поэтому, собственно говоря, даст ответ только… Да, конечно. И даже говорить сложно, когда полностью погружен и не знаешь, вот что, как выстроиться. В данном случае… Процесс творческий, может быть, какие-то даже изменения в ходе, да? Вот бывает. В данном случае, вот, тютчевская строка, мысль изреченная, есть ложь, она как нельзя лучше описывает вот то состояние. То есть, конечно, хочется рассказать, но мы можем выдать лишь ограниченную какую-то информацию. Все понятно. Ну, у нас остается буквально минутка для беседы этой части нашей программы. Дальше хочу сказать, что придут к нам в студию молодые артисты СХТ, витражи. Мы с ним увидимся. Ну, а пока, Алла, скажите, пожалуйста, пригласите зрителей на ближайшие спектакли и вообще в ваш театр. Конечно, мы приглашаем всех зрителей на все наши спектакли. Всегда вам очень рады приходить. Да, и теперь уже по новому адресу непривычный, вот как уже заметили несколько раз, вот, действительно хочется сконстатировать, что у вас пошли такие перемены, подъем и пожелать дальнейшего роста. Спасибо большое. Спасибо. Проходите к нам еще. Спасибо. А мы с вами увидимся. Пока посмотрим сюжет. Сволочь. Ну, на себе. О, я... Я тебя, я тебя, я тебя перезвоню. Кто у нас орет? Мама. Нет, не на меня. На каракан. Нет, тогда тебе ничего не знать. Или узнает. Тебе сам перезвонил, откуда? У президента украли ядерный чемоданчик. Теперь судьба всего мира зависит от простых людей, из народа, которых свел в одной квартире его величество случай. Герой апокалиптической комедии – десятиклассник, офицер, актриса, спортсменка, репортер газеты «Скандалисима» Росомоновец. 25-й театральный сезон в театре «Витражи» стартовал спектаклем по пьесе известного писателя, знаменитого современного драматурга Юрия Полякова. Во-первых, это самый новый спектакль у нас из последних спектаклей, то есть самый молодой спектакль. Во-вторых, это все-таки комедия, и мы хотим, чтобы этот сезон прошел на такой позитивной волне, и надеемся, что он у нас будет удачным. 7 ноября мы этот спектакль показываем в Москве на фестивале как раз пьесы Юрия Михайловича Полякова. Видео-арт, оформленный в гротескном сюрреалистическом стиле, подчеркивает абсурдность происходящего на сцене. Он сочетает в себе необычные шаржи и помогает раскрыть задумку спектакля. Костюмы актеров подчеркивают индивидуальность и характер персонажа, световое оформление добавляет акценты. Простой в определенных вещах, но по атмосфере этого нам удалось добиться. Чемоданчик – это серьезная работа. То есть можно и отдохнуть, и посмеяться в волю, и в то же время вынести что-то такое, что останется как послевкусие у вас, как зрителя. Это очень важно. Спектакль «Чемоданчик» можно будет посмотреть 1 и 4 ноября в Самарском художественном театре «Витражи». Новый сезон порадует зрителей постановками «Миллиард», «Бесприданница», «Чайка», «Ромео» и «Джульетта». Мы продолжаем программу «Город С». И я рада представить в нашей студии артистов СХТ «Витражи» Анну Маркову и Никиту Попову. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы попали в театр с таким теперь звучным названием СХТ? Начинаем. Как давно это случилось? Ну, я, получается, год назад, прошлым летом, я жила 10 лет в Москве, я закончила Самарскую академию культуры, но там по стечению обстоятельств... Попробовали себя тоже? Ну, да, попробовали, все, посмотрели, понюхали, пощупали, посмотрели, и тоже по семейным обстоятельствам пришлось вернуться. И как-то прям вот так сразу, видимо, звезды сложились, приятель, который тоже работает в нашем театре, теперь нашем уже, вот. Вот, мы с ним встретились, он говорит, а пойдем к нам? Я говорю, да ну пойдем, так-то, конечно, вряд ли меня возьмут вот так вот с порога. Все, мы пообщались с режиссером, показалось, и все, и взяли, и все хорошо. Да, как хорошо, что прозвучало, что все хорошо. Да, отлично, все вообще замечательно. В вашем случае это приятно. Никита, ваше актерское прошлое, большое, как его можно описать? Актерское светлое прошлое. Ну... Что уже было в вашей актерской судьбе, жизни? Ну, вообще театром занимаюсь вообще с детства, то есть как бы ходил в театральную студию, потом поступил в училище наше Самарское областное, закончил его, вот. И после училища очень хотелось работать в театре, потому что больше нигде себя не представлял, вот. И попробовался вот в Самарский художественный театр, и получилось. То есть как раз в тот год, когда Павел Анатольевич Круташов у нас стал художественным руководителем, как раз я пришел тоже в театр чуть-чуть пораньше, вот. И так получилось, что он начал ставить свой первый спектакль «Миллиард». Очень интересная пьеса, приходите, посмотрите. Вот. И там у меня роль небольшая, роль «Слуги Мити», вот. Но артист, то есть я только пришел в театр, получается, а как раз большой спектакль, вот. И Павел Анатольевич, не знаю, знал он или не знал, что я в театре недолго. Но предложил именно эту роль. Да, ну то есть мы прочитали, то была читка, вот, и ему понравилось, и он сказал то, что вот, да, то есть подходишь. То есть бывает такое просто, что в театре, что артисты сидят там год-два без ролей, то есть там... Ну, вам повезло. Но больше всего, наверное, вам повезло именно в этом сезоне, потому что вот сейчас, разговаривая до вас с вашими руководителями, и художественными в том числе, они сказали, что у вас потрясающие какие-то роли, Ромео, и... Так, Анна, подскажите, кого вы, Ромео и Джульетте? Я мама Джульетты, несмотря ни на что. Я хотела говорить, Джульетта, но потом решила сначала уточнить, на всякий случай, действительно. Вы впечатлены этими ролями? Ну, наверное, вот сыграть Ромео мечтает каждый молодой артист. Как вы представляете себе эту роль, Никита, и ваши вот ожидания, они подтверждаются сейчас? Наверное, у каждого артиста есть свое представление, и представление режиссера, который может или сталкиваться, или вот как-то идти уже вот в одном направлении. Как у вас складывается? Да, я хочу начать с того, что у меня до этой роли были роли все второстепенные, то есть там Иван, беспредельница, слуга Митя в «Миллиарде», вот, и Ромео это... Доросли до главной роли. Первая, да, первая вообще моя главная роль в профессиональном театре в жизни моей, то есть вот. Вот, и большая благодарность, как бы, и Павелу Анатольевичу, и Али Генрихне, то есть, но роль, во-первых, она очень сильная, вот, и очень сложно, потому что, во-первых, очень много людей, как бы, в мире сыграли роль, вот, очень чудесную эту роль исполняет в фильме «РНГ» Леонардо Ди Каприо, вот, молодой, там, очень здорово. Вы смотрели, у вас такая позиция, что нужно посмотреть до этого роли, который другие артисты играют. Ну, это не то, что позиция, это, как бы, просто вот в этой роли, то есть, хотелось бы посмотреть просто, что, как бы, как его представляют эти персонажи другие артисты, вот. Потому что некоторые, некоторые не смотрят специально, чтобы не копировать их. Просто это сложная судьба просто человек очень, очень сложная судьба, во-первых, он молодой, то есть, в том веке, то есть, плюс он на... Каждый день они были на грани смерти, то есть, тут надо еще поймать вот эту вот линию, когда ты живешь, и для тебя смерть не так важна, как вот для нас, например, потому что они же там, у них там дуэль, например, могут вызвать в любой день на дуэль. Получается, что любовь сильнее смерти, вот именно здесь, да, вот это показывает, мне кажется, вот. Ну, так и есть. А сложно любовь играть. Вот чувство, вот это же такое чувство, которое, мне кажется, оно наполняет все, а его играть, это... Ну, благодаря Павлу Анатольевичу, я скажу так, что, чтобы играть любовь, как бы это со стороны не звучало, не надо играть любовь. Ну, тем более любить, это еще сложнее, наверное, вот в предлагаемых обстоятельствах. Ну... Ну, здесь, как сказать, здесь, то есть, отношение его к Джульетте, они поначалу особенно больше, как сказать, такие подростково, как сказать, вот в переходном возрасте, когда находятся подростки, то есть, как бы... Да, такая вот, она очень яркая, открытая, сильная влюбленность, то есть, когда он к ней вот его тянет очень сильно, то есть, как бы, а то, что он без нее не может жить, он понимает только в самом конце. Ну, интересно посмотреть, как вы передаете эти чувства, очень интересно, скажите, когда мы, вот... В ноябре, в ноябре, да, премьера, да, да, ну, состоялся спектакль, да, премьера была, вот, как бы, в том году... У нас с дачи, получается, с дачи, да, 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 мы, как бы, все состоялся спектакль, как бы, вот это был первый показ, вот, а сейчас просто там нарастают костюмы еще, как бы, дополняется спектакль костюмами, декорациями новыми, как бы, надо все это обжечься, поэтому репетируем. Посмотрите, и вторая громкая, наверное, будет премьера уже, да, Чайка по Чехову, но это вообще, это классика, это просто, да, страшно. Вот там, вот там и парочка, да, расскажите, кого вы там будете. Маша и Медведенко. Так, что скажите, ну, вот она уже вжилась в роль, и из нее не выходит. Расскажите, Анна, про вашу роль вот в этом спектакле, чтобы тоже зрители, заинтересовать зрителя, почему нужно посмотреть, какая трактовка, на ваш взгляд, это вот классический такой вот вариант, или там что-то будет все-таки? Ну, нет, это, если говорить о том, это какие-то новые формы, нет, это не новые формы, конечно, это ближе к классике, но не бытовое решение сценического пространства, и от этого как бы идет немножко не бытовое такое существование. Сам посыл такой вот уже. Да, то есть это вроде, то есть никаких там супер, никто там, никаких потребств, ничего такого нет, но поскольку вот интересная очень сценография, потрясающий художник придумал, не буду раскрывать, но придумал какую-то такую интересную вещь, мы этого не видели, я думаю, что никто этого не видел, и оно простое, в то же самое время очень интересное и захватывающее. А музыка или пластика там будет? Музыка, пластики там не будет, это не танцы, ничего. Музыка будут звуки, они будут вживые исполненные. Живые, вот мы тоже, опять-таки там Павел Анатольевич посмотрел вот, ну как бы, картинки вот эти, которые, сценография, которая будет, да, и посмотрел наше там существование, поэтому он говорит, не ложится сюда фонограмма, говорит, надо все делать вот живьем. Или не делать вообще, или пускай вот если там воет ветер, значит воет ветер, если там рожок, значит рожок должен быть, вот и никуда никаких записей. И действительно, вот я лично с ним очень согласна в этом плане, потому что такая атмосфера, которую фонограммой можно прямо вот, прямо сломать и все, да. Какие-то пускай точечные вещи, но они должны быть живые, натуральные. Да, ну вот, видите. А вот осталось уточнить, когда теперь чайку мы увидим? Когда теперь чайку? Приблизительно хотя бы ориентироваться. Ну, планируется в ноябре тоже, как и Шекспир, но пока, то есть... Ну, очень серьезные такие намерения, работы. И я вам хочу, кстати, пожелать вот именно серьезного вот в работе. С одной стороны, легкого, чтобы вам вот это все не с трудом, а вот давалось так, шла роль. Но серьезного отношения и серьезного восприятия публики, вас как артистов. Мне кажется, это важно, когда вот идут на артиста и говорят, о, вот это такой артист. Я на него еще раз скажу на родной опус. Хотелось бы. Хотелось бы. Да, вот как раз вот именно хочется этого пожелать, потому что, мне кажется, подталкивает даже вот СХТ, да, новый подход. Нужно уже даже от названия отталкиваться. Конечно, конечно. И вы уже СХТ. Это уже другой формат. Да, другой формат. Павел Анатольевич пришел, все поменяли, какие с вами будут работать специалисты, да, вот называли сейчас вот имена серьезные, московские. И по костюмам, и по сценографии, еще почему-то там. Мы очень рады, очень рады. Да, конечно, это большой шаг для театра. Я думаю, что мы... Скажите, чем вас, очень коротко, потому что у нас время выходит, профессия артиста для вас, вот в первую, чем она вас радует? Вот то, что это ваше, что вас радует в этом, что вы артист? Ну, я не знаю, для меня это настолько естественно и натурально, для меня, ну, в смысле, я тоже вот там прям совсем-совсем малого возраста, я и театральный кружок закончила, и потом там два года в профильной школе. Ну, то есть это для меня вот этот путь, я там начинала там и танцами, и музыкой, но вот как-то вот я поняла, что здесь мне ближе. Это ваше. Да, здесь, и здесь как раз могут быть и танцы, и музыка хорошенечко сочетаться. И это для меня настолько, ну, как сказать... Ну, это ваше естество, я понимаю. Это, да, это не против меня, там мне не приходится себя как-то там насиловать, настраивать, говорить о том, что вот, ну, давай ты сможешь, это ведь вот ради... Нет, это вот, это мое, оно спокойно идет, вот существует. Понятно, и хочу для Никиты сказать, что Павел Анатольевич, выходя из студии, сказал, обратите внимание на Никиту Попова, это очень хороший артист. Передаю ее вам, и понимаю уже, что это тоже ваше естество, что вам, что вы в этом, ну, как вот... Ну, да, 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 это просто, это уже жизнь. Главное то, что вот, как бы, театр помогает совершенствоваться, достигать, то есть, нового, как бы, сам развиваешься, потому что мне кажется, что вот в этой профессии, ну, по крайней мере, для меня это, как бы, лучшее, что может быть, как бы, вообще... Да, и, наверное, еще вот самопознание тут тоже... Самопознание, конечно. ...не последнюю роль играет. Я желаю вам только удачи, только продвижения вперед, ярких, ярких ролей, интерпретаций, новшеств, в общем, творчества, бескрайнего. Спасибо большое. Спасибо, Ваше, что было с вами пообщаться. Приходите. Приходите к нам. Я прощаюсь и с вами. Приходите в СХТ «Витражи», обратите внимание на сезон, на спектакли в ноябре, и увидимся в залах театра, в зале театра. До свидания. Продолжение следует...